Все герои из бременских музыкантов, ведущий праздника – клоун. Все эти люди далеко не аниматоры. Под масками скрываются консьержи, сантехники, слесари и обычные жильцы комплекса «Остров мечты». Все эти люди съехались из разных уголков страны – Сургут, Москва, Санкт-Петербург. У многих еще не завершен ремонт. Отвлечь новоиспеченных сочинцев от суеты решила управляющая компания. Инициативу подхватили во вновь созданном родительском комитете. Все сделано своими силами. И конкурс рисунков организован, и игрушки собраны, и все жители откликнулись так, родители. Мы надеемся создать хорошее новогоднее настроение и надеемся, что мы станем большой дружной семьей. Каждого участника конкурса рисунков отметили отдельными подарками и грамотами. В первую очередь здесь решили устроить праздник для детей. Многие переехали в Сочи буквально на днях. Билетов на утренники в те же дома культуры у ребят нет. Но, как оказалось, Новый год своими силами оказался ничуть не хуже. Конечно, это все исходит от нашей души, но не без помощи. Очень важные помощи для нас. Это управляющая компания «Сочи Жилсервис». Они нас великолепно поддержали. Они нам все карты дали в руки, чтобы это состоялось. Потому что, сами понимаете, объем приличный. У нас уже в комплексе порядка ста детей проживает. Да, планируется еще больше. Поэтому мы на этом не останавливаемся. Конкурсы, танцы, хоровод вокруг елки. И, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой. Роль главного зимнего волшебника взял на себя один из пап. Как уже решили в «Острове мечты», праздника много не бывает. Следующая встреча в полном составе на Масленицу. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».